добрый день маленький анбоксинг сегодня у нас бюджетный мегаминкс от фирмы шинкшоу шинкшоу джем в этой серии уже компания шинкшоу выпустила кубы 2 на 2 3 на 3 4 на 4 и 5 на 5 еще есть пирамидка мегаминкс решил купить пирамидка не стал 5 на 5 пока еще не купил 3 на 3 было очень неплохой 2 на 2 крайне печальный 4 обычная четверка бюджетная коробка в том же стиле выполнена что и все головомки этой серии собственно сам медиаминкс в чем его особенность это именно в строении самих элементов то есть здесь на черном пластике пластинки с такой фактурной поверхностью цветок достаточно приятные сравнить его инструкция инструкция достаточно бесполезная как обычно сравнить его можно единственного с этим мегаминксом как понимаю данная модель джем выполнена на основе вот этого самого бюджетного самого простого мегаминкса от шинкшоу покупать подобную модель сейчас не имеет уже никакого смысла выпущена куча моделей конкурентов самой фирмы шинкшоу уже выпущено 2 мегаминкса после этого шинкшоу аврора который достаточно неплохая бюджетка и шинкшоу первую нефидомой основной мегаминкс в котором я крутил очень много сборок который может потягаться с топовыми мегаминксами что касается этого самой первой модели он еще конкурировал с мегаминксом даян в принципе они где-то на одном уровне хотя это стоило очень дешево даян очень дорого но самый дорогой мегаминкс был на тот момент именно на этом мегаминкс ставили некогда мировые рекорды даже в прошлом кажется году может чуть пораньше на модифицированной версии этого мегаминкса установили мировой рекорд все в нем неплохо но малая резка углов лакапы устарел хотя конкретно на этой модели сделано очень много сборок достаточно быстро приятный и можно собирать за минут сорок за полторы вполне сравним с этим кручение стало явно мягче явно мягче вот этот из коробки достаточно тугой сильно лакапящий этот притертый сравним уже с притертой версией включение стало значительно легче понимаем резку лов возможно даже ну либо такая же чуть 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 побольше сразу перемешаем и сделаем тестовую сборку чтобы понять с чем его едят некоторые ругают фактор на поверхности говорят что она скользкая ну мне лично нравится опять же дело вкуса перемешивается достаточно быстро таких глубоких заеданий как на этой модели из коробки здесь нет что-то я подкашливаю вращение достаточно комфортно я уже все давно вы пробовали для минкса фирмы x-main же две версии топовые приятные хорошие этот больше коллекционный чувствуется бюджетность мегаминкса хотя возвращение достаточно быстро подскрипываю пружинки говорит о том что они присутствуют в данном мегаминксе по сути клон этой модели с некоторыми доработками ну и измененной поверхностью элементов стамеры плохо видно но все-таки мы его как-нибудь соберем я думаю удивление быстро я думаю будет все сильно хуже не хватает действительно резких углов стоит ли его рекомендовать покупать начинающим сборщиком я думаю наверное все таки нет несмотря на то что он достаточно неплохо крутится сейчас есть модели крутится намного лучше я еще не видел в российских магазинах чтобы он продавался если это не так поправьте купил в китае ну в чем особенность экономики этот мегаминкс создавался по всей видимости как ультра бюджетная версия профессионального додекаэдра но его не будут продавать его не будут продавать по той цене на которой он видимо задуман то есть если сейчас посмотреть российские магазины вот этот мегаминкс стоит чуть дешевле чем мегаминксы там это юксина либо бюджетный мегаминкс от мафанга чеченге хотя мегаминкс от мафанга значительно его превосходит разница меньше 100 рублей между ними этот поставить примерно в тех же числах по стоимости соответственно его не будут покупать соответственно российские магазины наверное его и не будут заказывать остался пиво не хватает конечно бортиков которые здесь стали уже привычными честно я думаю будет гораздо хуже как ультрабюджетный мегаминкс очень даже ничего коррекционный фактурный такой тоже вполне хорош но как я уже сказал продавать его надо по цене ну рублей 300 то есть вот ему цена тогда он будет актуален красив непритесателен наклейки слезать не будут кстати пластинки сидят достаточно крепко если сравнивать с кубом 3х3 на котором я там тысячу долларов подкрутил и все с ним было хорошо так чисто для коллекции купить его можно я очень тепло отношусь к фирме шинкшоу головоломкам которые они делают да есть среди них не очень а есть достаточно приятные и хорошие этот мегаминкс давно устарел хотя видимо сейчас можно собирать если его притереть как следует этот сделан на основе устранены лакапы да хотя внешне внешне строению хотя стали отверстия гораздо больше да то есть сама форма такая же но отверстия гораздо больше из-за этого стало и тесно и лакапы меньше возможно если его притереть он будет очень хорош но как я уже сказал бортиков здесь нет сама вот эта фактурная поверхность не дает того сцепления которое хотелось бы собирать им можно собирать им нужно но совершенно не обязательно забавная вещь у меня будет в коллекции как бы тренироваться на нем я явно не буду как бы у меня до сих пор еще в galaxy v2 как следует не протестирована коллекционная модель здесь лишние деньги можно взять для красоты поставить на палочку и изрыска собирать ну или если его будут продавать по совсем смешным ценам то стоит брать откровенно он не лучше чем чеченг от мафанга он не лучше чем юксин он просто очень дешевый бюджетный мегаминкс который продавать так дешево не будут соответственно его никто не будет покупать и соответственно он не будет популярным грустно но это так всем спасибо всем пока